В зале Зимнего театра ветераны службы и действующие пограничники. 80 лет именно столько существует служба в Сочи, они на страже государственных рубежей. Пограничников не зря называют вторым спецназом и второй десантурой. Они в авангарде борьбы с врагом. Казалось бы, профессия исключительно мужская, но в зале немало женщин. Говорят, в форме пограничника чувствуешь себя особо полезным в своей стране. Доржусь тем, что я полезна своему народу, своему обществу, своему государству. О том, что я продолжаю традиции своих родителей, я воспитываю детей в том же ключе. Я хочу, чтобы они тоже любили Родину. Со сцены сочинских пограничников приветствуют городские власти. Особо отмечают работу службы на Олимпиаде. С начала года сочинские пограничники на въезд и выезд оформили более полутора миллионов человек, в том числе спортсменов и гостей зимних игр и более 150 тысяч транспортных средств. На Олимпиаде отработали на отлично. Награды за безупречную службу в честь Дня пограничника сегодня пришлось вручать выборочно. За сценой осталось более ста дипломов. Стольких отметили местные власти. Это те люди, которые первыми встречают как и врага, так и наших гостей. Вы с честью, достоинством представили нашу матушку Россию на ваших постах, на ваших боевых. Боевые задачи ваши были выполнены. Вы отработали на отлично. Вам большое спасибо от людей города Сочи, от жителей и тех, кто участвовал в Олимпиаде. Вблизи российско-абхазской границы с начала 2014-го было задержано около 300 нарушителей границы. В пунктах пропуска более 500. 10 из них привлечены к административной ответственности. Двое задержаны на границе 7 февраля, всего за несколько часов до церемонии открытия зимних игр. Без документов жители Абхазии пытались пересечь границу, переплыв реку Псоу в нескольких километрах от Олимпийского парка. Поступило много образцов вооружения, техники. На укомплектование структурных подразделений поступило в течение 2013 года большое количество сотрудников, которых необходимо было подготовить к выполнению задачи. Ну и, как вы знаете, задача была выполнена с честью. Новейшие технологии, технические средства и вооружение – все то, что использовали сочинские пограничники во время Олимпиады и с чем работают и сейчас, своими глазами можно было увидеть в поле зимнего театра. Возможностью сфотографироваться с ними воспользовались многие. Не смогли гости праздника и отказать себе в удовольствии отведать солдатской каши. Ее приготовили в полевой кухне, которая развернулась на театральной площади.